Новость о том, что с 1 марта в квитанциях на оплату ЖКУ снова будут изменения, в первый официальный день весны захватила все информационные площадки. С платежками, если не у самого сердца, то всегда под рукой горожане ждут, какими будут новые цифры и в каких графах. Вы знаете, я изучаю до того времени, как заплатить. Ужасаюсь, а потом смиряюсь, оплачу и успокаиваюсь, забываю все цифры. Обещают с марта опять чего-то повысить. Я уже не знаю, что там еще они собираются повысить. Впрочем, это не очередная индексация, поясняют специалисты, а изменение порядка расчета платы за использованные ресурсы на общие домовые нужды. То есть за теплое освещение в подъездах и воду, которую тратят на уборку лестничных пролетов. Суть этих изменений – это переход на полную оплату коммунального ресурса, потребленного домом, по показаниям общедомового прибора учета. Раньше были варианты начисления первые, когда жильцы ежемесячно платили за все, что по факту израсходовали на общие домовые нужды – по счетчикам. Если на собрании собственников такой расчет приняли и утвердили. Таких домов в Саранске порядка 60%, и для них ничего не изменится. А вот тех, кто платил по нормативу, ждет сюрприз. Ранее собственникам начислялась плата за общие домовые нужды по нормативам без корректировок. То есть величина была фиксирована, и если дом потребил по показаниям приборов учета больше, чем выставили по нормативу, разницу оплачивала управляющая компания. Сейчас собственникам при начислении платы по нормативу также ежемесячно будет выставляться фиксированная величина. Но один раз в год, в первом квартале года следующего за истекшим, будет производиться перерасчет платы. Постановление, что внесло изменения в методику расчета платы за ресурсы на общие нужды, вступило в силу в сентябре 2022 года и март – последний месяц квартала года следующего. Перерасчет в части домов сделали в январе и феврале. Говорят, горожане этого почти не заметили. У меня этим занимается как бы все-таки супруга, поэтому у меня к этому минимально. Пришла, отнес, как бы она там посмотрела, оплатила. Что жена занимается? Жена занимается. А вы вообще не интересуетесь? Нет. В 2022 году коммунальные тарифы поднимали дважды, как обычно, в июле и неожиданно в декабре. И постановление российского правительства, которое одобрило индексацию, тогда же пообещало, что очередные изменения в квитанциях жители увидят не раньше 2024 года. Светлана Лашина, Людмила Кусерова, Евгений Фролкин, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова